Мама двоих детей, Лилия Макарова, сегодня пришла в Центр социального обслуживания, чтобы послушать президента. Здесь, на Сердобской, организовали трансляцию послания президента к Федеральному собранию. Женщина недавно вышла из декрета. Благодаря материнскому капиталу она смогла погасить ипотеку досрочно. Лилия уверена, новые предложения президента помогут молодым семьям решить большинство проблем. Очень интересным стало предложение бесплатного питания для детей, которые будут в начальной школе обучаться. Потому что это актуально. Ну и для меня, и я думаю, для многих. В своем послании к Федеральному собранию президент предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий. Эту идею поддержали сотрудники Самарского центра социального обслуживания. Для наших пожилых граждан и инвалидов это будет новое подспорье. И для того, чтобы в том числе и продолжительность жизни, и качество жизни улучшалось, конечно, это очень важно. Трансляции и послания президента сегодня были организованы сразу в нескольких местах. В том числе в Доме профсоюзов, в районных администрациях и Самарском университете. Послушать главу государства пришли сотни людей. Идея таких трансляций принадлежит Общероссийскому народному фронту. Его представители говорят, в Самарской области есть все необходимые условия для реализации идей, которые огласил президент. Самая главная наша задача, это, конечно же, благосостояние наших граждан. И, как сказал сегодня президент, это то, чтобы наша страна всегда была могущественной, сильной, но и многочисленной. Вопросы, которые сегодня были подняты, это в первую очередь касается, конечно, большинства наших работников, женщин. Ну, хочется им пожелать побольше здоровья, побольше таких светлых каких-то дней в их жизни, чтобы семьи были крепкие, тылы были крепкие. Послание президента, которое длилось около часа, вызвало живой отклик у собравшихся. Ведь темы, которые озвучил Владимир Путин, касаются каждого. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.